Ну что, продолжаем экскурсию по городу Амстердам. Если вдруг вы не видели прошлый ролик, то там мы оказались в кухне в обычной амстердамской квартире. Сегодня мы идем смотреть остальную часть, погрузимся в чужую культуру, узнаем, как устроена у них система обеспечения дома, да много всего интересного. Не переключайтесь. Привет, Кать! Привет! Очень рада, что ты меня пригласила. Супер, мне самой просто дико интересно, я в восторге. Это вход в квартиру, это лифт. На этом этаже у нас только одна наша квартира. Больше здесь квартир нет, поэтому мы здесь храним... В таких коробках привозят продукты. И когда их привозят, старую коробку забирают, а новую оставляют. Вот, собственно, мы здесь храним эту коробку. Плюс здесь же у нас стоит коляска, здесь еще обычно стоит такой велосипедик для ребенка, какие-то игрушки для собаки. И за этим окном, и вообще за этой территорией ухаживает человек. Как раз вот я рассказывала про ВВЕ. Они, собственно, и ухаживают за этим, за всем. Они здесь пылесосят, моют окно. И здесь вот есть дверь. Там дальше лестница и выход на террасу соседей. Но они никогда не пользуются этим пространством. И поэтому мы здесь вообще спокойно, как части своей квартиры к этому относимся. Это очень удобно. Слушай, ну и вообще лифт, который открывается, и ты заходишь к себе домой, это что-то уже из разряда шикарной жизни. Да, получается, у нас, конечно, здесь вот есть дверь в нашу квартиру. Но, например, у прошлого хозяина здесь стояла обувь. То есть, как бы, да, такое место. Еще, обрати внимание, это очень странная особенность дома. Я такого никогда не видела в России. А здесь такое бывает периодически. То есть, вот лифт, вот лестница. И вход с улицы, коридор к лифту, и вход с улицы в лестницу – это два разных коридора. Что хорошего ты выбрала из голландского образа жизни и применила у себя? Что вот прям такое? Чем бы можно было сейчас поделиться с другими людьми? Я бы вот не сказала, что мы выбрали прям что-то хорошее или плохое. Но какие-то вещи, они просто как с собой разумеющиеся стали. Например, открытые окна. Когда мы приехали, для меня это было дико. Мне было непонятно, как это не занавешивать окна. Это же так неуютно. А сейчас я совершенно спокойно могу жить вообще с полностью открытыми окнами. Мы очень редко зашториваем занавески. Они практически всегда открыты. И мне очень нравится то, что в квартире так много света. Второй момент как раз сказался на ремонте этой квартиры. Мы не стали сильно заморачиваться с ремонтом. То есть мы привели в порядок стены, привели в порядок все именно в цветовой гамме. Но не стали уделять этому слишком много внимания. Довели это до какого-то уютного состояния минимальными затратами. Получается, у вас квартира двухэтажная? Да, это вход в квартиру, прихожая. Здесь мы оставляем куртки и храним обувь. Здесь прихожая получается небольшая. И она так сделана, что, допустим, у нас здесь нет зеркала. Мы никак не можем придумать, куда его повесить. И шкаф особо не сделать, иначе дверь не будет открываться? Да, его просто некуда поставить. Может, если кто-то из твоих подписчиков как раз нам скажет, куда здесь можно зеркало приткнуть, будет классно. Здесь как раз такой шкаф. Это коммуникации. Сюда заходит горячая вода. Здесь как раз счетчики и модем. У нас есть такое домашнее облако для хранения файлов. Оно тоже здесь стоит. То есть мы по Wi-Fi сюда сгружаем все, что нужно. Здесь висит пылесос, чтобы он был в быстром доступе. И внизу какие-то стоят штуки. Ну и как раз здесь все коммуникации. Это все не очень красиво выглядит, но это такой хозблок. Ну, хороший такой шкафчик, да. Я поняла, почему вы спите на как бы минус первом этаже, потому что при входе ты сразу попадаешь как раз таки в кухню-гостиную. Да, получается, что вот вход, и когда я захожу, я сразу вижу гостиную. Обычно эта дверь открыта, как раз поэтому эта стена желтая, потому что у нас желтое кресло стоит в гостиной, и эту стену видно оттуда. Просматривается красиво, понятно. Сама красила в желтый? Муж красил, да, сами. Мы вообще все стены покрашены самостоятельно. Мы все сами красили, клеили. Дорогие мои, привет! Давненько у нас не было конкурса, и я ничего не разыгрывала. Пора исправлять ситуацию. Я решила порадовать вас вот таким очень классным набором от Виши. Это система ухода на лето, полный набор, тотальный для того, чтобы быть самыми красивыми. Что сюда входит? Мицеллярная вода с минералами для чувствительной кожи Puritate Thermale. Она подходит для использования каждый день. В процессе тщательного очищения с кожи смываются вредоносные бактерии, которые могут послужить причиной не только возникновения акне, но и других заболеваний. Вулканическая термальная вода Виши, насыщенная 15 минералами. Если вдруг вы почувствуете сухость кожи дома и необходимость увлажнить ее, эта малышка точно вас спасет. Летом у меня постоянно термальная вода от Виши с собой в сумке, маленький размер, удобный и всегда можно спастись. А еще для успокоения кожи и восстановления ее защитного барьера используйте термальную воду для рук после применения антисептиков. Обожаемый мной минерал 89, который подходит для любого возраста и любых типов кожи, его можно использовать ежедневно для укрепления и как промежуточный слой под крем. Конечно же легкий крем для интенсивного увлажнения кожи и маска для дополнительного интенсивного увлажнения. Маска моментально восстанавливает естественные защитные свойства кожи и уменьшает дискомфорт. Такой продукт нужно использовать 2-3 раза в неделю. Для того, чтобы принять участие в конкурсе и выиграть вот такую вот интересную коробочку, нужно сделать репост этого видео в любой своих социальных сетей или мессенджеров, быть подписчиком моего канала, написать комментарий под этим видео и поставить ему лайк. Все предельно просто, желаю вам удачи! В Нидерландах есть такая необъяснимая особенность ничего не делать с потолком. Ну, вообще надо понимать, что если ты кого-то нанимаешь, чтобы кто-то приехал что-то сделать, ты платишь, во-первых, за его работу, чтобы стоить уже дорого. Ты оплачиваешь ему проезд до тебя и проезд обратно, ты оплачиваешь ему парковку, если парковка платная и он на машине. Соответственно, это выходит прям такая круглая сумма, а если тебе нужно, ты драбочи на несколько дней, сама представляешь. Поэтому есть какие-то вещи, которые голландцы не делают. Ну, вот они просто не запариваются на эту тему, например, потолок. Потолок остается в том состоянии, в котором дом сдан. И в итоге он в такую какую-то странную мелкую структуру и прям видно, где идет плита. Я уже привыкла. Если раньше я на эту тему так заморачивалась, я ходила, думала, боже, я выровняю его, сейчас нормально. Я уже даже не замечаю. Прикольно, слушай, интересно. Это лестница. Это особенность голландских домов. Лестница очень крутая. Прям такая конкретная. Наши родители боятся по лестницам по таким ходить. И вот здесь еще, кстати, есть интересный момент. Видишь, здесь очень высокий потолок. И я все жду момента, когда у нас там перегорит лампочка. Потому что... Как менять, да? Я не понимаю, как менять, да. Ну, потому что здесь лестница. Это строители уже сделали. То есть это сделали не мы. И я не представляю. Вот эти наклейки на лестницу. Лестница изначально шла просто белая. Но это получается довольно скользко. Она просто белое дерево. Это дерево, оно покрашено в белый. И мы купили вот такие наклейки, как из ковролина. Они у нас продаются в магазинах, типа магазина Праксис, например. Это что-то похожее на Лерой Амерлен. Я думаю, возможно, у вас тоже такое есть. И это решает ситуацию. И недостаток открытой лестницы в том, что мы по ней ходим несколько раз в день. И, соответственно, хочешь не хочешь, мы постоянно на ногах носим какой-то мусор, который постоянно под лестницу сваливается. И там всегда грязно. Хотя мы каждый день пылесосим. С этим ничего невозможно сделать. И что у тебя там хранится? Здесь у меня хранится моя домашняя одежда, постельное белье. В принципе, все. Ну и какие-то просто милые штучки. Кошка очень любит лестницу. Еще потому что собака не может по этой лестнице спуститься вниз. У нас корги. У корги маленькие лапки. А кошка может. Поэтому этот этаж, он принадлежит кошке. Шкафчик из Икеи. Я думаю, его все узнали. Есть практически у всех. Конечно. И здесь тоже находится батарея. Здесь тоже находится такой же шкафчик. Он, собственно, дублирует тот, что был наверху. Он ровно находится под ним. Здесь у нас хранится обувь. И здесь, опять же, идут те же самые трубы. Здесь не буду открывать, но в этой части у мужа хранятся всякие его отвертки и так далее. Кать, а кем ты работаешь? Я работаю программистом. И муж работает программистом. Я веду еще инстаграм и программирование. Последние, наверное, полгода занимаюсь. Рассказываю, как быть программистом, как живут программисты, как стать программистом. Круто, Кать. Тогда я оставлю на тебя ссылку в инстаграм, как обычно это делаю. Думаю, что тот, кому интересно в программировании понять вообще что-то, наверное, так правильнее сказать, то им будет интересно. Когда спускаешься с лестницы, первая дверь – это спальня. В спальне мы только спим. Мы здесь больше ничего не делаем. Поэтому у нас здесь не очень много мебели. Пожалуй, единственное, на что мы потратились – это на матрас. Матрасы вообще, по крайней мере, в Нидерландах стоят довольно дорого. И у нас хороший матрас. Мы заморочились. Здесь я сделала такой уголок для себя. Мне очень хотелось, чтобы у меня был туалетный столик. Это была моя мечта, но его некуда было впихнуть, поэтому он у меня вместо прикроватной тумбочки. Ну, кстати, кровать высокая, и никаких проблем мне довольно удобно. И как столиком пользоваться, и как тумбочкой. Еще про то, что кровать высокая. Когда рождается ребенок, в Нидерландах не принято лежать долго в больнице. Выписывают обычно через пару часов, но к тебе потом приходит женщина помогать ухаживать за ребенком. И есть такое требование, что кровать должна быть определенной высоты для того, чтобы эта женщина могла тебя осматривать, еще что-то делать. И если кровать недостаточно высокая, ее надо поднимать. Там специальные штуки продаются, которые ставят под ножки. Но вот нам очень повезло, у нас высокая кровать. Ничего себе, вот эта история. Да, да. Вот, это шкаф из Икеи, я думаю, тоже его все узнали. Он раньше был тройной, сейчас вот сюда только двойной влез. Мужа, мое. Гордина тоже из Икеи, и она, по идее, должна фиксироваться на определенной ширине. Но вот видишь, они у нас тут как бы слились. Она у нас не фиксируется. Я не знаю почему. Если будете брать, проверяйте, когда берете в Икею, чтобы оно так крепко держалось. Поняла. То есть тяжело открывать-закрывать, потому что они двигаются? Да, да, они двигаются. А, например, ходят дома в обуви или... Ходят дома обычно в тапочках или в носках, в связи с тем, что температуру держат обычно где-то около 20 градусов, сильно не греют. Плюс еще окна продувают. Окна деревянные. В Нидерландах очень редко можно увидеть пластиковые окна. Производство пластиковых окон вообще запрещено. Поэтому, если хочешь поставить пластик, его нужно откуда-то везти. Окна всегда деревянные, и они очень часто продувают. Соответственно, по полу тянет и обычно ходят в тапочках или в носках. Мы возвращаемся, получается, в коридор. Здесь у нас детская. Это бывший пеленальный столик, от которого я пытаюсь избавиться, но муж мне не разрешает его продавать. Это штора пришла с Вествига. Это вообще штора. Я заказывала с Вествига в детскую комнату. Но она пропускает свет очень сильно. И поэтому в итоге она нам не подошла. Но она такая красивая, мне жалко было ее выкидывать. И я сшила из нее такую наволочку снимающуюся и сделала коврик, чтобы ребенок мог играть. Класс, молодец. Сама? На машинке? Да, на машинке сама. У нас ребенок засыпает самостоятельно. И для того, чтобы он засыпал сам, нужно, чтобы в комнате был полный блок-аут. И нужно заклеить окно. В итоге мы купили по совету специалиста по сну такой, по-моему, Мэйдис называется шторка из Икеи. И она прям отлично решает этот вопрос. Мы ее приклеили. И полная темнота в один момент. Очень удобно. Коврик я тоже вязала сама. У нас есть такой магазин. Называется Экшн. Насколько я понимаю, они продают товары с Алиэкспресс, но они уже получаются здесь. То есть не надо их ждать доставки. И часть декора я покупала там. У нас есть точно такой же единорожек с большими глазами. Да, он из России приехал. Я, кстати, не знаю, делают ли так в России. Но мне много просто кто писал, типа, зачем вам это нужно, когда мы купили. Это мусорка для памперсов. Потому что мы сейчас находимся на нижнем этаже. А мусорка для черного мусора на верхнем этаже. И я бы сошла с ума носить памперсы каждый раз на другой этаж. Поэтому она здесь, она блокирует запах. Это очень удобно. Еще я увлекаюсь астрономией. Но, как это громко сказано, увлекаюсь. У меня появился телескоп в момент, когда у меня уже был ребенок. Соответственно, куда-то выезжать не получается. Но за счет того, что в квартире большие окна. И, кстати, очень везет. С тем, что мы живем на искусственном острове. Место, где мы находимся, оно вообще... Это не земля. Ее раньше не было. Просто голландцы решили, что здесь будет остров. Они насыпали землю, подождали. И построили в итоге здесь дома. Вообще-то здесь раньше было море. Из-за этого получилось озеро. Рядом с которым мы живем, оно очень большое. И оно присневело со временем. Но оно прям такое огромное. Туда можно выходить на корабле, поплавать. То есть, такое интересное место. И из-за того, что это окраина города, здесь нет сильного засветления. И вот, собственно, можно наблюдать что-то в телескоп. Еще на этом этаже находится кабинет. Мы его делим на двоих с мужем. Ух ты! В кабинете огромное окно. Изначально мы поставили столы лицом туда. Но когда начался карантин, мы поняли, что это просто невозможно и невыносимо. Потому что солнце постоянно бьет в глаза. И в итоге расставили столы вот так по стенам. Здесь хранится вязание. Все, что для этого нужно. Все мои нитки. Здесь еще есть коробка внизу. Потому что не все помещается. Как раз здесь стоит цветок. В корзинке, которую я связала. А, кашпо самодельное. Да. Да. Это не так сложно на самом деле. Справа от кабинета у нас находится такая кладовка. Она обычно есть во всех новых квартирах. У нас помимо этой кладовки есть еще в подвале примерно такого же размера комната для хранения вещей. А это комната, в которой находится стиралка. Здесь специально изначально делается вывод под воду. Это, кстати, странная особенность нидерландских домов и квартир, которая мне вообще непонятна. Если ты будешь жить в доме, то у тебя стиралка будет стоять на последнем этаже, а не на первом. Почему так? Это же очень странно и нелогично. Но они почему-то всегда именно так делают. Потому что, ну, оно же может протечь. Но вот как-то у них так принято. Вот. И это получается такая комната для бытовых принадлежностей, для хранения всего на свете. У меня здесь немножко, конечно, бардак. У нас здесь стоит стиралка и сушилка. То есть вещи мы сушим в сушильной машине в отдельной. Плюс у нас есть такая вот штучка. Я точно знаю, что они продаются в России. Это сушилка выдвижная. То есть, когда мне вдруг что-то нужно посушить, я могу ее выдвинуть. Здесь стоит и обычная, но мы ей практически не пользуемся. Здесь же я и глажу, и все-все-все-все здесь происходит. Здесь хранится грязная белье. То есть, это прям вот такая рабочая зона с пылесосами совсем. Здесь есть такая штучка, она с Алиэкспресса. Очень, кстати, удобно. Здесь стоят все швабры, паровая швабра. Этот кубик – это такая розетка. Получается удобно такое держать на рабочем столе или где-то еще. Здесь розетка с этой стороны только одна, и поэтому мы повесили. Как тройник, как множитель, только без шнура, а сразу в розетку. Да, это очень удобно, у нас такие же в кабинете, потому что они смотрятся довольно симпатично, мне кажется. А у тебя есть какие-нибудь такие, знаешь, воспоминания, типа, ой, как в России, вот это в домах круто? Вот, например, я когда поездила по разным странам, поняла, да, что наши люди очень в хорошем смысле классно заморачиваются на ремонт квартир. Потому что у нас все так основательно, красиво, везде аккуратно, приаккуратно. Ну, если люди вкладываются в ремонт, то это прям капитальный ремонт, такой добротный, когда ты заходишь, у тебя все тютелька в тютельку. В Европе не так. У вас тоже не так? Да, у нас тоже не так, у нас не заморачиваются на это настолько. При этом интересно, что они не заморачиваются, но квартира все равно красивая. Если ты приедешь в Амстердам и пойдешь по улице, окна будут в основном не зашторены, ты сможешь заглядывать внутрь, это невозможно не делать. Я знаю, что наверняка это не нравится местным жителям, но, боже мой, это же как? Интересно же. У нас обычно, если уж делают ремонт, то прям все мелочи будут идеально сделаны здесь, они не будут об этом заморачиваться. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо, мы, в принципе, к этому привыкли, но иногда у меня бывает такое, что я думаю, блин, вот я бы очень хотела вот это довести до ума, уже сделать идеально. Второй момент, по которому я немного скучаю, из-за того, что, я не знаю, я не могу, честно говоря, жить уже в плюс 30, но при этом в плюс 20 зимой все-таки холодно ходить в шортах. И когда я, например, смотрю твои рум-туры и вижу, как твои герои стоят зимой в шортах босиком, я думаю, блин, классно. Потому что я обычно в этот момент сижу в теплой пижаме. Ну вот, да, конечно, я могу нагреть квартиру до плюс 30, в принципе, я не думаю, что мы... Это будет дорого, но я думаю, что это возможно, но я уже просто не выдержу. Мне будет жарко и некомфортно. Ванна, получается, находится под лестницей, и ванна у нас немножко странная. Хозяин квартиры, который здесь жил до нас, как бывший хозяин квартиры, сделал здесь ремонт. Ему, видимо, очень хотелось ванну в нидерландских квартирах. Ванная именно, ванная это редкость, обычно стоит душ. И изначально вот здесь, скорее всего, стояло стекло, и там была душевая кабина. Но ему очень хотелось ванну, и он поставил сюда ванну. И получается, что остался вот такой пролет в 26 сантиметров, который бесполезен. Ты туда не можешь вылезти, ты ничего не можешь с ним сделать. Я на него жутко злилась, наверное, год, потому что я думала, ну зачем ты это сделал, мужик? Но просто ремонт ванны будет стоить еще где-то 15 тысяч евро. Это довольно дорого, и мы решили пока не заниматься этим. Вот купили в Икее такую стоечку, она ровно 26 сантиметров. Хоть что-то, чтобы туда поставить. Здесь у нас умывальник, здесь я храню полотенце. И здесь такая как тумбочка, здесь мы храним косметику и все остальное. Она практически всегда завалена какими-то вещами, потому что ее сложно поддерживать в порядке. Но я вот стараюсь покупать такие корзиночки, чтобы все было хотя бы сгруппировано. Также здесь идет полочка и зеркало. Зеркало большое, оно по всю стену идет с этой стороны. В принципе, все, что нужно здесь есть. Такая еще вот особенность, видишь, у нас над всеми дверьми стекло. Это как естественный свет, да? От застройщика, и их всегда ставят с этим стеклом. Иногда это бывает странно, потому что может быть так, что человек... Ну здесь оно замутненное, но может быть так, что оно будет абсолютно прозрачное, и человек, который будет спускаться по лестнице, он будет тебя видеть в ванной. Это немного странно, но вот, да. Вот эту штучку заказывали с вестыка как раз для полотенец, потому что особо их некуда вешать, сушить. Обрати внимание, нет сушилки. Я, честно говоря, ни разу не видела ванну с сушилкой в Амстердаме. Я не знаю почему, но их нет. Плитка такая точно продается в Лерой Мерлене. Я видела ее. Это как раз, знаешь, плитка блоками такими. Да, да, да. Класс. Ванна и туалет – это единственное место, где у нас плитка. Во всей остальной квартире у нас вот этот белый ламинат. Туалет находится в коридоре. Как раз, опять же, в неприватной зоне. Он очень маленький. Здесь маленькая раковина, чтобы помыть руки. В принципе, здесь ничего такого особенного нет. Здесь висит такой шкафчик. Он из Икеи. Это, по-моему, старая коллекция. Мы здесь храним всякую туалетную бумагу. Ну, и получается, да, что этажом ниже, туалета нет. И приходится сюда бегать. Даже ночью, да? Привыкли. Даже ночью. Мы привыкли, в принципе. Не могу сказать, что это проблема. Про переезд, наверное, я бы посоветовала относиться ко всему немножко проще. И понимать, что переезд – это не туризм. Это совсем другое. И может оказаться, что страна вам подходит, а может, что нет. И это нормально, если вы чувствуете себя после переезда плохо, потому что мне, например, очень тяжело отдался первый год. И я знаю, что я такая не одна. И вернуться назад – тоже опция. Это не проиграть. Мы не вернулись. Нам в итоге здесь хорошо. Но я думаю, что нужно просто принимать все аспекты переезда. И они бывают и плохими, и хорошими. Кать, спасибо большое. Было очень интересно. На самом деле, и хорошо, и плохо, что мы снимаем так, потому что жаль, что я не по-настоящему там нахожусь. Но какое счастье, что мы, в принципе, это увидели. Спасибо большое. Было очень интересно. Ребята, переходите вниз под видео. Там будут контакты Кати. Вы можете задать ей все дополнительные вопросы. Спасибо большое, что пришла. Карантин – время возможностей, действительно. Потому что когда бы еще? Спасибо. На этом все. Я оставлю в описании плейлист, где вы сможете посмотреть, как живут люди в других странах. Да и вообще, все ссылки в описании полезные. Проходите и смотрите. Конечно же, пишите свои комментарии, задавайте вопросы под этим видео. И подписывайтесь на канал, потому что впереди много всего интересного. До скорых встреч. Пока-пока.